Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с вами, а также с общественниками нашего района. И вместе стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами и событиями. Сегодня мы обсуждаем сохранение культурного наследия Одинцовского района и говорим с людьми, которые знакомы с этим вопросом не понаслышке. Итак, Николай Романович Якушев, в первую очередь председатель комиссии по молодежной политике, историко-патриотическому воспитанию и ветеранской работе общественной палаты. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Антон Валерьевич Кузнецов, член данной комиссии. Приветствую. Добрый вечер. Антон Валерьевич, Николай Романович, рад, что вы к нам сегодня прибыли. Сохранение культурного наследия, это, наверное, действительно очень актуальный вопрос, тем более на фоне недавней годовщины победы в Великой Отечественной войне, когда действительно патриотизм, я думаю, мы такой всплеск патриотизма ощутили по всей стране, в нашем городе, в нашем районе в том числе. Ну что ж, давайте поговорим все-таки о сохранении культурного наследия в Одинцовском районе. Ваша комиссия, общественная палата, занимается, наверное, как никто другой именно этой темой, именно этим вопросом. Николай Романович, как председатель, первый вопрос к вам. Что вообще вы делаете сейчас, какие обращения к вам поступают, и много ли вообще вашей комиссии сейчас приходится работать? Ну, наверное, по сравнению с другими комиссиями у нас меньше обращений. Вот, но они емкие и касаются конкретного человека. Это жилищный вопрос, это земельный вопрос, это вопрос льгот. Вот, но сегодня я хотел бы один пример привести по жилищному вопросу. Женщина, участница войны, 23-го года рождения, была санитаркой в ржевской битве, это мясорубка страшная была. Вот она не только выжила, она спасла многие жизни бойцов, вытаскивала чуть ли не за километры до госпиталя в тыл. И вот сейчас у нее такая ситуация, что 6 человек в семье, и у них превышает норма, значит, 8 квадратных метров в одинцовая норма общей площади, у них 8, на человека 8, 21, по-моему, 21 сантиметр превышает норму, но сложить, если на 6 человек, немножко побольше, больше, около полутора метров превышает. Но, значит, вся переписка, значит, с администрацией сельской, значит, Одинцовской, приводит к тому, что приходят ответы, и один и тот же ответ, у вас превышение нормы. Но женщина нуждается в уходе, естественно, такой возраст. Последний маленький ребенок, там, в 14-м году родился. Представляете, как вот живут люди в двушке, ну, это в советской двушке, вот 6 человек. То есть, я так понимаю, она живет вместе со своими детьми и внуками, да? Да, и детьми, и внуками, все живут, 6 человек, в одной квартире. И вот дочь сейчас ходатайствует, конечно, она обращается к приемному президента, обратилась к нам в общественную палату. И вот этот вот минимум, который превышает, он не должен превалировать над тем, что человек заслуживает отдельного жилья для того, чтобы, ну, хотя бы спокойно отдохнуть. Я думаю, что это правильно, за ней нужен уход. Если бы ей предоставили жилье и, допустим, дочь, как они вместе живут, она бы ухаживала и так далее, чтобы, ну, по крайней мере, спокойно дожила бы эти дни, которые, или годы, которые положены. Вот здесь, конечно, государство очень жестко подходит. Скажите, а какой возраст у нашего героя? 92 года. 92 года. Да. И вот сейчас, в такое время, они больше нуждаются даже не в праздниках, ничего, а в заботе. Ну, раз, вы говорите, даже дочь занимается, не сама, понятно, женщина, то уже женщина-то не до того даже. Да, естественно, она не дворит второй группы. Вот. И состояние здоровья не очень хорошее, так скажем. Вот такая ситуация. Дочь, конечно, в панике. Она по всем инстанциям, в том числе и в общественную палату обратилась. То есть, пока этот вопрос у нас лежит, как бы, нерешенным, и я думаю, что решение этого вопроса все-таки, наверное, в подходе как раз к ветеранам. С точки зрения, как президент сказал нам, что не надо дождаться до 9 мая, надо дать ветеранам то, в чем они сегодня нуждаются. И вот это, наверное, правильно. И, может быть, где-то отступиться, этих 21 сантиметр лишний на человека, это же не на семью просят они, а именно для участников войны. Чтобы улучшить те условия. Действительно, я думаю, все согласятся, ситуация странная. Люди защищали свое отечество и создали такой прецедент в мировой истории, когда действительно у нас столько людей ушло. Не для того, наверное, чтобы в 90-го года у нас ютиться в двух комнатушках шестером. Но это позор для нашей страны. Тем более, я бы считал, на примере вот данной семьи, всем ветеранам, независимо, стоят они в очереди, нет, и если лишний метр, все-таки посмотреть и улучшить жилищные условия. Пусть эти люди, заслуженные, по крайней мере, почувствуют, что они нужны нашей стране. А в каком городском поселении сложилась такая ситуация? Это Никольская. Никольская, да? Скажите, Николай Романович, какие планы вот у вашей комиссии? Я услышал, что дочь, да, наша героиня занимается этим вопросом сейчас. Вы как-то с ней координируете силой или вы ждете, когда действительно понадобится уже вам вмешаться? Значит, мы координируем силой. Сейчас она попросила нас не обращаться здесь в местные органы, потому что, как я сказал, она и к президенту, и везде обращается. Сейчас на основании тех ответов мы с ней встречаемся и принимаем какое-то решение. Если вопрос не решится положительно, принимаем какое-то решение, значит, совместно с общественной палатой будет какое-то обращение, чтобы обратили на эту семью, на этого ветерана особое внимание. Понятно. Николай Романович, если мы затронули уж тему, да, участников военных конфликтов, не могу не заметить, насколько мне известно, в Одинцовском районе проходят так называемые уроки мужества. Мероприятия для школьников, которые в том числе организуются и общественные палаты Одинцовского района. В двух словах расскажите, что это за акции, на что они направлены. Ну, как правило, эти акции проводятся каким-то датам знаменательным, но мы не привязываемся к датам. Это общая такая практика, 23 февраля, День Победы, там у нас есть даты ввода-вывода войск из Афганистана, это конкретные. А тут еще со вторым лицеем мы давно уже проводим уроки мужества 1 сентября. Но это не наша инициатива, сразу скажу, это инициатива учителей и учеников. А принцип какой? В этот день, 1 сентября, они 5 классов, 5 классов, они, значит, выходят из школы после линейки и идут по памятникам. По памятникам проходят памятные доски, музей, наш 6-й военно-исторический музей. И они, значит, вот весь день пропитаны вот этой патриотикой. И потом, когда они, все классы возвращаются, значит, в Доме офицеров мы уже 7-й год проводим вот такую встречу. И там не только Великая Отечественная война. Там, значит, вот 5 классов, значит, это участники Великой Отечественной войны, это участники боевых действий, это Карибский кризис, Куба, это несовершеннолетние узники фашизма, это блокадники, жители блокадного Ленинграда. И все вот эти вот группы, конечно, это не то, что очевидцы, это участники тех событий, о которых я сказал. Вот они беседуют с каждым классом по отдельной теме. И после такого общения каждый класс получает вот то представление именно о годах войны и кого как вот застало. Кто-то детьми, кто-то воевал, кто-то защищал наше Отечество, да? И вот таким образом они воспринимают те события вот с точки зрения тех людей, которые с ними встречаются. И в основном, насколько я понимаю, тут как раз-таки упор имеется на эмоциональную, да, окраску данных событий. Не просто сухие факты, а разговор с людьми, которые действительно видели что-то и смогли это испытать. Да, и именно вот их личные воспоминания, ну плюс еще там стенды выставляются об этих событиях. Если про боевого братца говорить там, и как-то я сказал, что это ветераны, значит, боевых действий. Там у нас Ренат Ренат Шафиков, работник нашего исторического музея, он показывает, как разбирается, собирается автомат. Естественно, ребята и девчонки поддерживают его в руках, пусковые установки. Ну, естественно, и рассказывают о тех событиях, которые вот сам пережил. Очень хорошо, что на самом деле вы именно про события, которые вот 1 сентября в ГДО происходило, сказали, потому что наша съемочная группа присутствовала на этом мероприятии. И сейчас, уважаемые телезрители, давайте-ка мы посмотрим, как прошел урок мужества для 5 классов 1 сентября 2015 года. В День знаний на Одинцовские улицы вышли 5 класс и 2 лицея. Учителя уверены, что урок мужества – это достойное начало учебного года. А ведь все знают, 5 класс – дело серьезное. Какие у тебя предметы самые любимые? Литература, окружающий мир рисования. Окружающий мир, литературное чтение. Еще я хорошо считаю. Школьники посетили мемориал Вечного огня, Одинцовский крыльевический музей, памятные доски героев Советского Союза. Ребята не постеснялись озвучить и пожелания на будущее. Я бы хотел посетить музей военной техники. В районном Доме культуры школьники получили возможность побеседовать с участниками и свидетелями боевых действий. Встречу организовал Совет ветеранов Одинцовского района. Эта организация занимается важнейшей социальной работой, а энергии, с которой ее участники принимаются за новые начинания, может позавидовать и молодое поколение. У вас впереди большой путь, большой жизненный путь, и каждый из вас выберет свой путь. Кто-то будет ученым, кто-то архитектором, кто-то связывает свою судьбу со службой вооруженных сил и будет защищать наше Отечество. Но всем я вам желаю мирного неба над головой, чтобы все ваши мечты воплотились в вашу жизнь. Совет принимает участие в праздниках и концертах, открытиях мемориалов. Его члены совершают совместные поездки по местам боевой славы и, главное, позволяют ветеранам чувствовать, что они не покинуты, не забыты. Ребята поговорили с участниками Великой Отечественной войны, Карибского кризиса, с членами боевого братства. Множество вопросов и интерес на лицах лучше всего дают понять, насколько удался урок мужества. Ну что же, вот так проходил, насколько мы видим, урок мужества 1 сентября в этом году. Напоминаю нашим зрителям, что телефон нашей студии 508-86-84. Сегодня мы говорим о сохранении культурного наследия нашего района, о памятниках их состояния и патриотическом воспитании. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, звоните. Я напоминаю 508-86-84, наш телефон. Николай Романович, Антон Валерьевич, давайте пока продолжим нашу беседу. Итак, вот такие уроки мужества, по всей видимости, проходят, да, и уже традиционно в нашем районе. Вопрос у меня такой. Прозвучало, что это пятые классы, да, а почему именно пятые? Почему не одиннадцатые, не седьмые, не первые? Ну, я уже сказал об этом, что определяют практически преподаватели школ, вот заучи, это вторая школа была, значит, второй лицей. Дело в том, что они, видимо, считают, что вот как раз вот такой возраст и способен воспринять вот те события, о которых им рассказывают ветераны. А вот ваше мнение, Антон Валерьевич, например, как вот общественника нашего района, нет ли смысла с более, допустим, старшими ребятами, там, десятыми, одиннадцатыми классами работать по подобному направлению? По подобному, но другими словами, чуть-чуть на другую тематику более углублены. Конечно, здесь более популярно, да. Вот такая работа ведется, и эта работа и с более старшими, и даже с более младшими, она ведется, но она ведется разорозненно. То есть, в одних школах хорошо поставлены, в других чуть похуже, да. Вот, и вот общественная палата, сейчас наша комиссия выступили с инициативой, такие уроки, мужество утвердить штатно, да, по линии управления образованием, чтобы это было во всех школах Одинцовского района. И посовещавшись внутри общественной палаты, предложили дату, 7 ноября, это день, да. Проведение военного парада на Красной площади. Хорошая дата, она не отмечается как-то, чтобы ее вынести на поверхность, и более освещать, и приглашать тоже участников событий. Ну и будет, наверное, если такие инициативы станут, да, утвержденной, пожалуй, некоторая все-таки положительная, возможно, разбавленность года, потому что у нас фактически только 9 мая, это праздник, который объединяет, да, население страны, думаю, об этом можно свободно говорить, это достаточно понятно. А 7 ноября, с другой стороны, действительно привнесет такое разнообразие в будничное полностранство. В этом замысел состоял. Антон Валерьевич, у меня к вам вопрос, касающийся электронной книги памяти нашего района, темы напрямую связанная с вопросом Великой Отечественной войны. Скажите, как данный проект развивается на данный момент? Наша комиссия и дорожественные клубы, мы в этом направлении работаем. Каждый день, систематично. Сейчас этот проект, он структурируется, идет накопление материала, который будет размещаться уже в сети, онлайн. Разрабатывается система поиска, система ключевых вот этих позиций, поисковых. Очень глубокая тема, здесь много технических моментов именно для программистов-электронщиков. То есть, не буду распространяться. Пока показать что-либо готовое нечего. Есть массивы документов, местные материалы, сканированные, которые будут размещены в сети, они структурируются. Это картотеки по погибшим воинам, это картотеки по нашим землякам, призванным с Одинцовского района, ушедшим на фронт и не вернувшимся. Все это систематизируется пока. То есть, на данный момент идет подготовка к технической реализации. Подготовка к технической реализации, совершенно верно. К тому, чтобы уже потом облечь это в некую структуру, готовую, чтобы этой структурой через поисковую систему воспользовался пользователь и нашел нужную информацию. Ну, смотрите, на самом деле идея, по крайней мере, с первого взгляда, выглядит достаточно интересно, свежо, но поступают к нам вопросы, насколько все-таки инициатива нужна. Особенно сейчас, пока она находится еще на стадии нереализации, а только подготовки. Имеет ли смысл вообще в нее вкладываться? Почему? Потому что ведь имеются федеральные программы подобного характера, глобальные, как, предположим, проект «Память народа», проект, который ведет Министерство обороны нашей страны. Это глобальнейшая система, которая как раз-таки посвящена в том числе и публикации данных, каких-то документов и так далее, подлинных, конечно. На этом фоне не затеряется ли, по вашему мнению, электронная книга именно нашего района? Мне кажется, она не затеряется, а наоборот, она так своими другими гранями себя покажет. Дело в том, что федеральные проекты, такие как «Объединенная база данных», «Мемориал», как «Подвиг народа» и как сейчас новый ресурс, который наполняется память народа, который объединил себя предыдущие два, это портал подлинных документов Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой. То есть там и по персоналям, по награждениям архивные материалы, сканированные, размещены по воинским частям, там очень много. И этот материал, он внимательному исследователю, наоборот, дает пищу для размышлений, для краеведческих каких-то разработок более глубоких. Там уровень материалов, он достаточно высокий. У нас здесь оно больше такое местечковое, да, то есть краеведческое. А если там как бы списки идут, да, у нас идут фотографии человека, там его какие-то личные письма, да, если это найдены поисковым отрядом человек, там личные вещи, да. Контакт с семьей налаживается и так далее. То есть наша система, она более такая человечная. И по всей видимости более персонифицированная и подробная. Разумеется. Там поисковая машина, она расставляет геотеги автоматически, там карта интерактивная, вот список захороненных, да. Очень много, мы глядели, вникали, очень много ошибок, потому что машина автоматически путает населенные пункты нашего района, там с какими-то соседними, да. Одноименные или похожие? Одноименные, абсолютно. Вот, поэтому возникает путаница. Когда сидит живой человек, работает с ограниченным массивом информации, как у нас, он через себя пропускает, да. Когда целая структура глобальная, там, ну, доля ошибки, она резко возрастает. Мы хотим все-таки продукт выдать, который на годы и годы будет качественным. Скажите, насчет все-таки релиза, да, данного проекта, имеются ли какие-то ориентировочные даты хотя бы по году, вот когда мы сможем увидеть хотя бы в виде бета-версии данный проект? Я надеюсь, что в следующем году мы сможем какую-то тестовую версию в 16-м году предъявить, да, но не раньше. Вот сейчас в районе, там, зимы-весны или там позже когда-то уже летом? Я думаю, там, ближе к лету. То есть примерно через год порядка вот такой, да. Еще один вопрос насчет данной системы у меня касается, в общем-то, достоверности данных, которые вы предлагаете, да, на обозрение. Насколько все-таки подробно вы проверяете эту информацию, которую предлагаете пользователям? Мы опираемся на документы. То есть есть так называемые народные книги памяти, когда, значит, любой там житель может прийти и сказать, да, вот мой родственник воевал. Не опираясь на документы, да, его записывают данные и публикуют. Мы так не делаем, да, то есть мы опираемся на официальный документ и сдаем ссылку на этот документ, то есть откуда взята информация. Вот. Если ошибка в документе, это уже не наш виноват. Ошибки в документах есть. То есть даже вот те картотеки по погибшим, там очень много двойников, тройников встречается. То есть писарь ошибся в войской части, фамилии, букву А на О случайно, значит, написал, да, а в итоге у нас уже два человека получается. И как правильно было на самом деле, неизвестно. И даже в практике сталкиваемся с случаями, когда как правильно описалась фамилия, не знают даже родственники. Ну, у родственников давно другая фамилия, да, там это какой-то прадедушка. Понятно, понятно. Вот. Такие случаи не редкие. Поэтому мы фиксируем просто документально. Ну, я так понимаю, в любом случае, при любом документе, который вы собираетесь публиковать, будет иметься ссылка на первоисточник, на приказ, его номер. Вне всяких сомнений. Может быть, человек в любом случае, если он собирается реально глубоко копаться по данной теме. Может найти подлинник. Да, абсолютно. Состоянием данного комплекса я предлагаю посмотреть сюжет моей коллеги Екатерины Старосветской. А пока, телезрители, уважаемые, напоминаю, что у нас телефон 508-86-84. Сегодня мы говорим о сохранении культурного наследия Одинцовского муниципального района. Сейчас посмотрим сюжет о состоянии курганного комплекса на Лазутинском спортивном центре. То, что вы видите, это не просто лесные ямы, а следы грабительских раскопок. Курганный комплекс, как памятник исторического наследия, за несколько лет частично и безрассудно разграблен. Общественники бьют тревогу. Мы считаем, общественники, что вот это внимание к этим памятникам, оно, конечно же, послужит делу их сохранения. Потому что вот эти ямы грабительские, которые были выкопаны, а надо сказать, что археологи, многие считают, что это археологи копали. Нет, археологи за собой рекультивируют памятник. То есть они его полностью восстанавливают, как он был до раскопок. Все вот эти ямы, это следы грабительских раскопок. К сожалению, большинство курганов Подушкинского лесопарка, они повреждены. На территории Подушкинского лесопарка расположено около сотни уникальных славянских захоронений и селища наших предков 11-13 веков. Эта площадка покрылась культурным слоем, землей, которая образовалась вследствие деятельности человека. Но с недавнего времени эти куполообразные насыпи высотой в 2-3 метра стали привлекать все большее внимание у незаконных копателей. С помощью металлоискателей и лопат невежественные кладоискатели пытаются отыскать в рукотворных погребальных сооружениях сокровища. Однако все откопанные находки могут представлять ценность лишь как экспонаты в музее. Черные копатели наносят неизгладимый ущерб для исторического наследия Одинцовского района. Отчаянные кладоискатели никак не поймут, что никакой иной ценности, кроме как исторической, артефакты, находящиеся на территории культурологического памятника, не представляют. Поиск и изъятие археологических предметов без соответствующего разрешения является уголовным преступлением. И может повлечь за собой штраф в размере до 500 тысяч рублей и лишение свободы сроком до двух лет. В ближайшем будущем это культурологическое место хотят сделать публичным и включить его в состав парка отдыха. Здесь будет введена должная охрана, планируется проведение краеведческих экскурсий по тропам наших предков с современным аудиогидом. Что же, как видно из сюжета моей коллеги, ситуация действительно весьма непростая. Антон Валерьевич, ну все-таки насколько, несмотря на то, что мы увидели, комплекс еще, можно сказать, жив? Ну, комплекс скорее жив, чем вертвый все-таки. Потому что любой посетитель спортивного парка, он может наблюдать эти объекты, они есть в наличии. Да, там многие из них повреждены ямами, действительно, грабительские. Ситуация такая, как вообще могла возникнуть? Она возникла, на самом деле, до создания парка, потому что там был лесной массив, была глушь. И можно было скрытно от чужих посторонних глаз вот эти работы проводить. Ну, а как же сейчас-то люди туда пробегают? Сейчас люди, вот сейчас курганы, свежих аэроскопок нет вокруг. В ходе рейдов мы, да, людей с металлоискателями останавливали, объясняли. Значит, люди реагировали, да, сворачивали оборудование. Но мы не полиция, мы не можем задерживать, да, мы общественники, у нас общественные рейд. Вот, значит, куда шли потом эти люди? Ну, может быть, они шли на другие памятники. То есть, на примере парка, здесь с администрацией мы работаем очень плотно, полное взаимопонимание. Да, идет речь сейчас там о видеонаблюдении, о видеоловушках. Значит, это уже будет являться основанием, чтобы человек как-то привлечь, да, к ответственности. А мы вот в данном случае говорим о каких-то организациях черных копателей, или это все-таки по большей части? Это любители, это любители, это больше, так сказать, любители, колодоискатели, люди, которые зачастую даже не осознают, что они делают, на каком они объекте находятся. А это памятники федерального значения, они поставлены на федеральную охрану. И вот на примере парка, где мы эту работу активно включились, и постепенно там ситуация выправляется, администрация, значит, почистили вот эти памятники, которые вблизи трассы. Обещают в следующем году почистить памятники, которые в глубине лесного массива. Мы разрабатываем вот эти туристические маршруты, чтобы там ходил народ, чтобы это было на слуху. Здесь вот, да, можно ставить видеоловушки, можно видеонаблюдение, но весь район Генцовский, в котором памятников масса, древностей масса, и которые тоже страдают от нашествия вот этих незаконных раскопок, да. Значит, здесь только самосознание населения, да. А все-таки только ли самосознание, разве нельзя привлечь этих людей к уголовной или хотя бы к административной ответственности? Можно привлечь, есть прецеденты в стране такие и в Московской области, но, опять-таки, это нужно поймать человека в лесу, за руку, с металлоискателем, с лопатой, чтобы в кармане уже артефакт лежал, да. То есть здесь целый комплекс мероприятий, можно создать человеку проблемы, как минимум, да, как максимум, там, штрафы колоссальные, вот, вплоть до терминого заключения. Вот, здесь больше полицию везде, по лесам, по этим памятникам не расставишь, у них свои задачи другие глобальные. Здесь, с нашей стороны, со стороны общества, мы стремимся донести населению, администрации, так сказать, шаги какие-то, что это наше общее достояние. И каждый, увидев человека, ну, как минимум, подойти, спросить, а что ты здесь делаешь с этим металлоискателем, да, а есть ли у тебя разрешения на какие-то работы? Ну что же, Антон Валерьевич, будем вместе с вами, с вашей комиссией контролировать данную ситуацию, следить за ней. Николай Романович, Антон Валерьевич, благодарю, что вы к нам сегодня приезжали. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся», сегодня мы говорили о сохранении культурного наследия Одинцовского района, а через неделю обсудим вопросы охраны общественного порядка. Напомню, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, задавайте свои вопросы и оставляйте заявление в общественную палату Одинцовского района. С вами был Святослав Савенков, спасибо за ваше время и до встречи через неделю.